В чем еще нуждаются сегодня люди с ограниченными возможностями в Югре? Какие условия для них уже созданы в муниципалитетах и какие еще только предстоит создать? Имеют ли инвалиды возможность общения, самовыражения и творчества? Ответ на эти вопросы вместе с общественниками искал Алексей Шабанов. ВЕРА ФИЗУЦОВА И так почти всегда. Водители зачастую не замечают людей с белой тростью. По данным общества слепых, в Нижневартовске за последнее время на дорогах пострадали 10 незрячих пешеходов. А ведь особые права на проезжей части им определяют правила дорожного движения. Пешеход незрячий при поднятии белой трости вверх имеет право пересечь проезжую часть даже в неустановленном месте. Водитель, не пропустивший данного пешехода, привлекается к административной ответственности точно так же, когда он не пропускает пешехода на пешеходном переходе. Штраф за такое нарушение полторы тысячи рублей. Впрочем, здоровье и жизнь людей никакими санкциями не измеришь. Другая тема – переходы для незрячих горожан. Таких со специальными знаками и светофорами на весь Нижневартовск три десятка. Нужно больше. Переходы с наземными тактильными знаками в столице Самотлора пока и вовсе отсутствуют. Я должна, подая к понижению на дорогу за 80 сантиметров, ощутить своими ногами предупреждение, что будет спуск на дорогу. К сожалению, у нас такого нет. Это очень плохо. Вот и приходится полагаться на бдительность остальных участников движения. Чтобы привлечь внимание к проблеме, в столице Самотлора стартовал месячник поддержки незрячих людей. Его организаторы просят горожан внимательнее относиться к прохожим с белой тростью. Мне хочется узнать больше, указать свой опыт, набраться уверенности в себе, попробовать себя, самое главное, в своей дальнейшей профессии. Уверенности в себе особым югорчанам придают как раз вот такие соревнования. Обилимпикс – чемпионат профессионального мастерства для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Проект международный. Россия присоединилась к нему три года назад. На этот раз в региональном форуме участвовали 60 конкурсантов из 30 учебных заведений игры. Украшением церемонии открытия стал номер ансамбля жестового пения и воспитанников школы искусств номер 3. Песня, исполненная на двух языках, вселила дополнительную уверенность в участников. Два дня они состязались в 11 номинациях. Здесь их называют компетенцией. Вортовчанка Алена Коршунова готовится к конкурсному заданию. Через несколько минут ей предстоит провести урок физкультуры. Конспект давно написан, а инвентарь разложен. Однако девушка все равно волнуется. Она впервые участвует в таком серьезном форуме. Я буду надеяться на свои возможности и думаю, упорство мне даст возможность победить. Задания, на первый взгляд, простые. Правда, участникам Обилимпикса зачастую приходится прибегать к помощи судопереводчика. Но это никого не останавливает. На этой площадке хотелось бы увидеть большинство побед для тех людей, потому что на этой площадке работодатели видят о том, что люди, сохраняющие возможности, тоже могут работу выполнять так же, как здоровые люди. Поэтому эту площадку надо развивать. Организаторы уверены, что развитие обязательно будет. Это только второй региональный чемпионат. Однако за два года Югра уже успела заявить о себе на всероссийском уровне. Определенные успехи у нас уже есть. В прошлом году это были первые шаги. Я думаю, что в этом году по итогам нашего чемпионата мы также примем участие в национальном чемпионате, который пройдет в городе Москве 1-3 декабря. И сможем, наверное, показать еще более лучшие результаты. Новых результатов ждут и в Югре. Установить пандусы и звуковые светофоры, организовать специальные рабочие места. Все это очень важно и фактически значит протянуть руку поддержке тому, кто в ней нуждается. Алексей Шабанов, Евгений Роскутников. Специально для программы «Больше чем новости».